Россия простилась в этот вторник с художественным руководителем театра Ленком Марком Захаровым. Он является режиссером многих легендарных кинокартин и театральных постановок. Нередко благодаря его помощи и содействию появлялись новые яркие проекты. Один из них – рок-опера «Звезда и смерть» Хаакина Мурьетте. Всего через неделю, 13 октября, у жителей-гостей Твери будет уникальная возможность посмотреть этот спектакль на сцене киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29. Хаакин Мурьетте – это полулегендарный персонаж. По одним данным, мексиканец, по другим – чилиец. Его считают неким Робин Гудом середины 19 века, который совершал свои подвиги в Калифорнии. Другие называют его обычным гангстером. В основу знаменитой рок-оперы, созданной Марком Захаровым, лег первый вариант. В 1976 году на сцене Ленкома состоялась премьера «Звезда и смерть» Хаакина Мурьетте. на музыку Алексея Рыбникова, которая была отклонена аж 11 раз. И именно усилиями Марка Захарова она стартовала. И 17 сезонов подряд шла в Ленкоме с полными аншлагами. Пять лет назад в не менее знаменитом театре Алексея Рыбникова состоялась премьера новой версии рок-оперы под названием «Хаакин Мурьетта. Любовь и смерть». В отличие от спектакля 70-х годов, основой послужила реальная история и народные легенды, окутывающие эту противоречивую фигуру времен золотой лихорадки. Именно эту версию и увидят зрители ККЗ «Панорама», перед которыми выступит сам знаменитый режиссер Алексей Рыбников. Он будет презентовать свой новый фильм «Двухсоноры», где главным героем, опять же, будет мексиканский Робин Гуд Хаакин Мурьетта. На сцене, безусловно, будут выступать живые актеры. Мы услышим живую музыку в исполнении артистов театра Алексея Рыбникова. Итак, 13 октября в 17.30 на сцене киноконцертного зала «Панорама» тверичане и гости города смогут увидеть спектакль о жизни и смерти Хаакин Мурьетты, который стал знаменитым в нашей стране благодаря Марку Захарову и Алексею Рыбникову. Билеты можно заказать по телефону 300 033. Возрастная категория 12+.